ГОРОД ГОТИ Один градус небольшое расстояние. На кампасе это едва ли больше толщины ногтя, но при определенных условиях один градус может быть очень большим отрезком. Достаточно для того, чтобы уничтожить человека. Джаспер, письмо! ТАИНСТВЕННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИ ИССЛЕДОВАНИЯ Джаспера Морелло ТАИНСТВЕННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИ ТАИНСТВЕННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИ ТАИНСТВЕННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИ Будет исполнено, сэр. Мистер Кэмп- chances. Профилер на сотни оборотов. Для claude троих повысок Мистер Морелло? Нет, капитан. Взлёты готовы. Готов? Да, сэр. Отдать концы. Поднять корабль. Вместе с тем, как воздушный корабль взмолвусь, улучшалось и моё настроение. Но моя радость от приезда в начало осознания того, что Амелия не была рядом. Заноси тихо внутрь, сейчас прибудут остальные. Возьмите сиру, солевой раствор и впал от 12. Да, что это? Кабинет свободен. Наш город был опустошён болезнью ужасающей степени болезнетворности. Я молился, чтобы в моё отсутствие с моей возлюбленной ничего не случилось. Через горизонтали и вертикали мы несём веру. Их тела должны стать золой, а не сами сзаранут воздухом до тех пор, пока всё не повторится. Десятое августа. Новый торговый путь связал нас с Республикой Лорентия, позволяя транспортным кораблям достигать нашего сожжённого государства. Нашей задачей была установка маяков, дающих возможность использовать беспроводную связь. Задачей доктора было изучать нас. Он. Поскольку лётчики исключительно редко подвергались болезни, он убедил Академию профинансировать исследования, будучи свято уверен, что определённая высота полёта приводит к исцелению. Да, доктор? Его критики считали, что вряд ли. Нет! Впрочем, как и команда. Муравей имеет изумительную организацию. Хотя доктор был более чем на 10 лет из старшего меня, мы классно поладили. Муравьи обладают недюжинными способностями. Каждый из них может поднять вес в 10 раз превышающий его собственный. Возможно, нам стоит позаимствовать их диету. Много приятных часов было потрачено на выдвижение всевозможных гипотез и постулатов. Морелло! Вернитесь к своей карте! Да, сэр. Вы терпеливый человек, Морелло. Я не смогу переносить травли этого чурбана. Он был капитаном в моём последнем рейсе. Я допустил ошибку. Два градуса права на борт. Вы уверены, мистер Морелло? Нет, три градуса права на борт. Но этого оказалось достаточно, чтобы убить человека. Как и муравей, каждый человек имеет своё предназначение, и он должен исполнить его, невзирая на цену, которую придётся заплатить. Когда этот рейс закончится, мы больше никогда не разлучимся. И тогда мы начнём обустраивать наше семейное гнездо. Возвращаясь домой без происшествий, мы ненаглядный штурман. Женщин. Доктор? Они могут нести в себя в будущее через их способность производить на свет потомство. Но мужчина может делать это только через свою работу. Мы, люди науки, должны держаться вместе. 12 августа. Горостный шторм нагрушился на нас. Увеличить подъёмную силу. Вы исполнены. Пар и железо были беспомощны перед лицом разбушевавшейся стихии. В течение 14 часов мы неслись, обгоняя ветер, далеки от торгового маршрута. Быстрее! Утроить обороты! Выполнять! Сделано, Сир! Координаты, мистер Морелло. Один момент, Сир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одним жестоким ударом вся решимость была разрушена, и вместе с ней моя карьера. Эй, на Иеронимусе! Эй, на корабле! Эй, на Иеронимусе! Я покажу этим проклятым рыбакам, как ходить без огней! Эй! Морелло! Ну-ка, поднимайтесь со своих коек, тюфяки! Какого дьявола? Мне кажется, это нападение пиратов. Отряд чешуйчей-то крылых? Разумеется, нет. Внутри холодильной камеры ужасное зловоние ударило мне в нос, подобно удару кулаком. Но не считая разложившихся рыбьих туловищ, помещение было пусто. Вы думаете, здесь найдете немного рыбки, сэр? Бог мой! Мы не можем игнорировать того, что здесь произошло. Я настаиваю. Наш долг перед наукой обязывает нас разобраться в том, что случилось. Наука. Будь она проклята. Гробу я ее веду. Капитан. Морелло? Они вели промысел в неисследованном воздушном пространстве. Может быть, они выловили нечто необычное? Академия щедро вознаградила бы вас за неизвестный вид. Вы не понимаете. Я потерял свой корабль. Я уничтожен. Правила спасения на море дают вам этот корабль. Если вы отвезете меня на остров, я прослежу, чтобы Академия удвыла ваш гонорар. Позволю себе напомнить. У нас нет больше компаса. Но у нас есть штурман. Не так ли, мистер Морелло? 13 августа. Без компаса я прокладывал наш курс с помощью навиационного осчисления. Наше новое направление уводило нас в лоб неизвестного воздушного пространства, прочь от зоны достигаемости передатчиков и любой возможности спасения. Еще неделя, любимая. Не дольше, я убежден. Пусть возьмет столько времени, сколько нужно. Тем радостнее будет встреча. Амелия? Ничего страшного. Это всего лишь простуда. Амелия! Она больна. Пожалуйста, капитан, верните меня обратно. Можешь, не с чем ей помочь. Возьмите меня назад. Ты не врач! Кемп, оставайтесь на заданной высоте. Выровняйте курс. Амелия! Северное сияние? Нет. Это души умерших. В тот вечер, Лебран слег, подкошенный болезнью. Капитан объявил, что мы поворачиваем домой. Академия будет вынуждена пересмотреть действующий договор. Вот тут кошелек перевесил со страдания. Я подумал, что в следующий раз увижу Амелию уже только в загробной жизни. Курс, мистер Морелло. Кушай сквозь в норме. А вы уверены? Порт, три метра. Правый порт, два метра. Лево два. Лево один. Ноль под килем. В этот раз вы нас все-таки угромите. Направление 255 градусов. Браво штурман. Да, да, триумф. Капитан, вы распорядитесь насчет высадки на берег? Не унывай, мальчик. Скоро ты будешь со своей женой. Я останусь караулить. Кокс? Давайте посмотрим, какое продовольствие эта куча грязи может нам предложить. Вулканы, мой мальчик. Жар – великий источник жизни. Пока мы добывали продовольствие, в воздухе раздался звук, подобного которому я никогда не слыхал ранее. Он влёк меня с такой силой, что я задался вопросом, а не наткнулись ли мы на место жительства легендарных сире. Это казалось невозможно, чтобы такая ни к чем не примечательная вещь могла создавать такое благозвучие. Капитан, помогите мне. Ты ранен, мальчик? Мертвый экземпляр бесполезен для Академии? Одна из них уничтожила всех людей на Иеронимусе, и я не собираюсь предоставлять другим такую же возможность. Даже будучи мёртвым, чудовище не должно было пропадать впустую. Ни один из нас не был профессионалом в кулинарном искусстве, поэтому мясо было обуглено снаружи и оставалось сырым внутри. Лебран был слишком слаб, чтобы есть, поэтому я приготовил ему бульон. Это было самым большим, что любой из нас мог для него сделать. Юда! Да нет же, дурень! Это существо лекарства! Мы должны заполучить экземпляр! Я уже говорил вам ранее, вы не поднимете монстр на борт. Я и не собираюсь. Клод настаивал, чтобы мы раздобыли шесть коконов для того, чтобы создать размножающуюся колонию для производства лекарства. Подобно героям мифа, мы похитили наш приз, и поднявшись в воздух, полетели домой, чтобы освободить нашу землю от микробного вторжения. Субтитры создавал DimaTorzok Вылезай, крошка. Моя красавица. Во имя всего святого, бросьте это за борт. Тогда какое средство от болезни вы принесете вашей жене? Я пробовал кормить их, но они отказывались от всего, что я предлагал. И тогда неосторожное обращение своим ножом дало мне ответ. Привет. Джаспер. Джаспер. Морелло. 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 Не желаете ли увидеть чудо? Экстраординарно, не так ли? Капитан должен узнать об этом. Академия пошлет меня обратно на остров. И я буду настаивать, чтобы экспедицией руководили вы. Нет. Морелло. Среди команды начнется паника. Они убьют его. Если существо умрет, умрет Эмелия. Я не мог позволить этому произойти. 23 августа. Ковакс поймал Катарнету. Команда увидела в этом деликатесе пова, чтобы отпраздновать. Царя рыбы с свиней. Клод присоединился к нам, хотя я никогда прежде не видел, чтобы он притрагивался к спиртному. Той ночью каждый из нас, шатаясь, брел назад к своим койкам, чтобы свалиться в пеном забытии. На следующее утро исчез Ковакс. Ковакс! Ковакс! Доктор! Его здесь нет. Когда поиски не принесли результата, капитан пришел к заключению, что Ковакс свалился за борт. Двумя днями позже исчез Леброн. Я больше не мог игнорировать ощущение того, что Клод был каким-то образом причастен к происходящему. Доктор! Очаровательное существо, не правда ли? Было бы преступлением позволить умереть ему с голоду. Где остальные? Они спят, в ожидании момента, когда у них проснется потребность. Позвольте Бога, Клод, не делайте этого. Каждый человек имеет свое предназначение. Ваше доставит нас домой. Ваша жена ждет. Будь Клод самим дьяволом. Не смог бы придумать более ужасные пытки. Дорогой... Вы будете гореть в аду, Белган. Нет! Нет! Наш вояж близится к завершению, не правда ли? Если я прав, торговые маршруты пролегают вдоль кромки льда, и маяки приведут нас домой. Я стал относиться к вам с симпатией, Морелло. Мне будет не хватать наших бесед. Тем не менее, мужайтесь. Один градус изменил мою жизнь. И это должно было случиться снова. Помогите мне! Пожалуйста, Джаспер, помогите! Я умоляю вас! Я не могу! Вы хотите иметь больше смертей на вашей совести? Нет! 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 Если вы читаете это, то вы знаете, что это существо-сокровище, не имеющее цены. Много крови было пролито, чтобы заполучить его. Я молюсь, чтобы моя была последней. По нижением нашей температуры, я надеюсь, что моя кровь придаст ему сил продержаться до момента, когда подоспеет помощь. Если я не выживу, моя дорогая Мелия, знай, что мои последние мысли были о тебе. Живи и не тоскуй по мне. Ведь я буду находиться среди большой компании душ, скачущих верхом на всполках полярного сияния по направлению к вечности. Возможно, им понадобится штурм. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok